А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 995 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. Накануне наши удивительные несбиваемые дроны незаметно пролетели под территорией России и прибыли в чудесный российский город Старый Оскол. Там они не стали рассматривать просторы данного города, а приземлились на местной нефтебазе. Взрывы, пламя до небес, дым до стратосферы, все как любят российские оккупанты. Наши дроны русским жизни не дадут. Все то же самое накануне происходило и в Брянской области. Добрые украинские дроны прилетели в один из населенных пунктов на склад боеприпасов. На видео, которое опубликовали местные жители, мы наблюдаем, что там происходит все как в старом Осколе. Взрывы, пламя, дым до небес. МЧС России работает. По сообщениям российских СМИ, разрушений и потерь нет. Все дроны сбиты на подлете. Но несколько обломков зажгли эти удивительные объекты. А в это время территориальный скандал между Казахстаном и Россией набирает обороты. После заявления российских пропагандистов, что весь Северный Казахстан и даже Алматы это российская территория, в Казахстане никто не спал и просто обалдели от таких заяв. Давайте я вам напомню, что происходило в российских эфирах. Ситуация на Украине четко отзеркаливается на Казахстан. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Отжать у них Северный Казахстан. Ты как считаешь, у нас были такие планы? Есть ли у нас расчет на это? Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли. Да ладно! Да ладно! Почему мы их подарили? И я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата это город верный, наша русская крепость казачья. После этого многие казахи дали достойный и аргументированный ответ российским пропагандистам и псевдотерриториальным патриотам. Ну, во-первых, что касается территорий. Вообще сама Россия, Сибирь, Россия, Московия, вплоть до Венгрии, это когда-то были территориями Чингисхана, его наследников, впоследствии Золотой Орды. Уважаемый, подожди, не спеши, не так быстро. Я все законспектирую. То же Новосибирск, это не Новосибирск, это Ногайсабир. Это наши казахские территории. Тюмень, это Тюмень. Оренбург, не Оренбург, а Оренбург. Курган, не Курган, а Курган. Не Саратов, а Саратал. Не Астрахан, а Астрахан. Не Омск, а Омб. То есть это были исконно казахскими землями. Казахстан имеет полное моральное право требовать эти земли назад. По плану. А положение российских войск на фронте в Украине остается катастрофическим. Потери не уменьшаются, а остаются на высочайшем уровне. И за последние сутки еще 1690 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми и здоровыми. А всего с 24 февраля 2022 года с начала войны на территории Украины было ликвидировано более 716 тысяч российских захватчиков.